Сила Ампера Сила Ампера – это сила, действующая со стороны магнитного поля на проводник с током. Мы проведем несколько опытов с таким проводником. Он здесь подвешен на тоненьких проволочках и подключен к источнику питания. А магнитное поле будет создаваться постоянными магнитами, которые лежат в этой коробочке. И я кладу их под проводник северным полюсом вверх. Включаем источник и медленно увеличиваем ток, текущий по проводнику, до 5 А. И вы видите, что проводник отклонился вправо, значит туда и действует сила Ампера. Уменьшаем ток, проводник возвращается на место. А теперь перевернем магнит южным полюсом кверху и снова увеличим ток. И теперь проводник отклоняется влево. Сила изменила свое направление на противоположное. Теперь надо поменять полярность проводов и снова провести опыт. И теперь проводник, он только что отклонялся влево, а теперь он отклоняется вправо. Переворачиваем снова северным полюсом кверху. И увеличиваем ток. Теперь проводник отклоняется влево. Вот мы все комбинации и перепробовали. А вот величина силы Ампера, как показывает опыт, пропорциональна току текущему через проводник. Компоненте магнитного поля перпендикулярной проводнику. Ну и длине самого проводника. А вот что касается направления силы Ампера. А вот знаешь, насчет направления у меня со школы были трудности. Потому что там есть правила правой руки, правила левой руки. У меня все это путалось, я никак не мог запомнить. А я в какой-то момент, я тоже не мог запомнить, в какой-то момент я понял, что всегда и везде нужно пользоваться единственным правилом, правилом буравчика. Ну и нужно при этом понимать, что когда вы закручиваете буравчик в пробку, и он идет вперед, ручка его при этом вращается по часовой стрелке. Ну, впрочем, рука это помнит гораздо лучше, чем голова. И чтобы найти направление силы Ампера, нужно проделать следующие действия. Надо сначала расположить ручку штопора вдоль проводника, вдоль направления тока. А затем вращать ручку от тока по направлению к вектору магнитного поля. И при этом штопор будет или ввинчиваться, или вывинчиваться. Ну и вот направление этого ввинчивания или вывинчивания и совпадает с направлением силы Ампера. Ну и будет здорово, если тебе расскажешь, откуда берется эта странная сила Ампера, которая перпендикулярна и направлению магнитного поля, и направлению проводника. Ну, обычно объясняют происхождение силы Ампера силой Лоренца, которая действует на заряды, движущиеся в магнитном поле. И сейчас я и расскажу, как связаны между собой сила Ампера и сила Лоренца. Рассмотрим отрезок провода длины L с током I, помещенный в перпендикулярное ему магнитное поле B. На один носитель заряда Q, движущийся со скоростью V, действует сила Лоренца QVB. Пусть N число таких носителей на единицу длины провода. Тогда в проводе длины L имеется NL таких носителей заряда. Поэтому полная сила, действующая на все эти заряды, равна силе Лоренца, умноженной на NL. В этой формуле мы видим произведение QNV, а это и есть ток I, текущий по проводу. Отсюда получаем, что сила Ампера пропорциональна току, магнитному полю и длине отрезка провода, находящегося в области поля. Ну вот мы и вывели силу Ампера через силу Лоренца. Но смотри, все-таки при этом сила Лоренца это сила, которая действует на подвижные заряды. А сила Ампера действует на проводник, по которому течет ток. То есть на весь материал проводника. И кажется это не одно и то же. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим проводник, по которому течет электрический ток и электроны движутся в ту сторону. И при этом включено магнитное поле, которое направлено на вас. Ну соответственно на электрон будет действовать сила Лоренца, которая направлена к верхней стороне проводника. И сила Лоренца будет отклонять электроны, так что они начнут накапливаться у верхней стороны проводника. Вот я их обозначу таким образом. Но при этом на нижней стороне возникнет недостаток электронов, ну или можно по-другому сказать, избыток положительных зарядов. И за счет этого возникает поперечное электрическое поле, направленное от плюсов к минусам. И это электрическое поле действует на электрон с силой, направленной вниз. Ну и электроны сверху будут накапливаться до тех пор, пока сила, создаваемая поперечным электрическим полем, не сравняется с силой Лоренца. И теперь электроны, свободно движущиеся, будут двигаться вдоль провода, никуда не отклоняясь. То есть сила, действующая на свободные электроны, полная сила, будет равна нулю. Но не забудем, что помимо свободных электронов, у нас имеется еще кристаллическая решетка, которая состоит из положительных зарядов. И сила, действующая на эти положительные заряды, ничем не скомпенсирована. И вот суммарная сила, действующая на все эти положительные заряды, и дает нам силу ампера, действующую на весь проводник в целом. Чтобы усилить действие магнитного поля, возьмем рамку, на которую намотан не один, а сотня витков, и будем пропускать по ней ток в 3 ампера. В смысле магнитного действия это все равно, что пропустить 300 ампер по одному витку. Магнитное поле в этом магните направлено горизонтально. Включаем питание, и рамка разворачивается поперек магнитного поля и смотрит красным указателем вправо. Попробуем отклонить рамку. Сила ампера возвращает ее в вертикальное положение. Поменяем направление тока на противоположное, и снова включим источник. Теперь рамка разворачивается красным указателем влево. Если научиться переключать направление тока в рамке, так, чтобы обеспечить ее постоянное вращение, у нас получится электродвигатель. И тем самым мы заставим силу ампера совершать механическую работу. Ну и в этом смысле можно сказать, что сила ампера является одной из основ нашей электротехнической цивилизации. Ну слушай, как тогда получается, что сила ампера, как ты только что говорил, совершает работу во всех электродвигателях. А при этом она основана на силе Лоренца, на микроскопическом уровне. Но сила Лоренца всегда перпендикулярна скорости движущегося заряда. Ну и стало быть, она не может совершать работу. Ведь для совершения работы нужно, чтобы у силы, действующей на заряд, была компонентом вдоль скорости этого заряда. И как согласовать одно с другим? Разве здесь не возникает противоречия? По-видимому возникает, но надо разобраться. Мы ведь до сих пор рассматривали ситуацию, когда провод, по которому течет ток, неподвижен. Ну теперь надо посмотреть, что получится, если провод начинает двигаться. Ведь в электродвигателях же он движется. В смысле он перпендикулярно себе движется, да? Вот так я должен здесь написать. В направлении силы ампера, да. Но чтобы он двигался с постоянной скоростью, нужно, чтобы сумма всех сил, действующих на него, была равна нулю. Но это значит, да у нас сюда действует сила ампера, значит должна действовать какая-то противоположная направленность. А, это просто провод за что-то тянет, вот когда он совершает работу собственную. Ну там не обязательно провод, может это там, это самые витки, роторы, не важно. Важно, что вот есть вот эта притормаживающая сила, совершающая работу, я понял. Да. Ну вот, теперь еще один момент. Вот раньше у нас заряды двигались вдоль провода, а теперь они вместе с проводом едут вверх. А, это вот так. Поэтому у скорости, да, появляется еще и вертикальная компонент. То есть надо его сюда подрисовать и сказать, что полная скорость направлена вот так. Вообще под углом к проводу. Но у нас же сила Лоренца должна быть все время перпендикулярна скорости, значит ее направление тоже изменится. Вот так. А мы должны ее развернуть. Вот так. Вот. Нормально. Тут прямой угол. Хорошо, я постараюсь. Вот. Ну, теперь посмотри, что происходит. Она теперь смотрит немножко назад по отношению к движению носителей заряда. Но это значит, что появляется... Не по отношению к движению носителей заряда, по отношению к проводу. Да, по отношению к проводу, точно. Вот. И, соответственно, она должна притормаживать носители в направлении провода. То есть надо вот такую компоненту нарисовать. Да. Сюда. Ну, и чтобы сохранить скорость постоянная, нам нужно приложить дополнительную силу, действующую на эти заряды. Ну, понятно, что... В смысле, вот откуда она берется, она сила? Ну, понятно, что она может обеспечиваться только источником, который нам исходно ток создавал. А, у нас уже раньше была какая-то сила, потому что нужно было сон гнать, есть сопротивление у провода. Она уже была. Просто раньше было продольное поле, мы его просто не рисовали никогда, чтобы рисунок не загромождать. Понятно. Вот. А теперь у нас появляется дополнительная сила, ну и, соответственно, источник совершает дополнительную работу. А, то есть работу совершает не сила Лоренца, а работу совершает тот источник. Ну, как, собственно, мы же включили дрель в сеть, да? Вот у нас, конечно, где-то энергия-то оттуда идёт. Эта энергия и совершает эту работу вот по полезную тут, ну, какую-то вот, которую мы тут изобразили соответствующую силу синей стрелкой. Ну, и, в общем, смотрите, вот мы тут с Алексеем попытались, это трудное место, которое не во всех учебниках обсуждается. А вопросы, тем не менее, вот такого рода всё время задаются, и недоумений много. Вот попытались разобрать. Ну, не знаю, насколько это хорошо получилось. В любом случае, вы в этом месте можете задавать свои вопросы, обсуждать эту тему. В общем, пишите всё это в комментариях к нашему ролику на Ютубе. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!